доброе утро это съедобный бизнес мы начинаем первая серия мой влога ресторанном бизнесе где вы научитесь всем инсайтом научитесь открывать рестораны делать их успешными оставайтесь с нами будет очень много интересного поехали сегодня мы завтракаем с майком цветаевым кто не знает это один из известнейших блогеров лидером мнений ресторанного бизнеса киева и украины в принципе в целом человек который запускал продвигал известные проекты человек который на рынке уже более 12 лет у него есть свои инсайты свои технологии и сегодня обязательно с ними поделиться с нами маркетинг это очень важный инструмент в любом бизнесе особенно в ресторанном так как конкуренция в ресторан на отельной сфере очень высока постоянно открываются новые рестораны постоянно появляются новые концепты люди болят борется за своих гостей и конечно же только благодаря маркетингу вы можете маркетингу и рекламе вы можете выделиться на этом рынке и продвинуть свои уникальные торговые предложения у т.п. которые в принципе и принципом дохода и прибыль ожидаемую планируемую поэтому не забывайте выделять минимум пять процентов от вашего товарооборота на маркетинг на продвижение потому что без этого ни один бизнес 21 веке не работает и не выживает исключение нет сегодня очень полезное интервью мы будем общаться с одним из самых известных блогеров топ-маркетологов в ресторанном бизнесе это майк это человек который за 12 лет доказал что с его мнением нужно считаться что он умеет запускать продвигать рестораны и этот человек повидал очень много я думаю ему есть чем с нами поделиться майк такой вопрос я уверен что нашим подписчикам так как это блог о бизнесе о ресторанном бизнесе людям будет интересно узнать сколько ты зарабатываешь в год хотя бы плюс минус до чтобы понимать стоит ли вообще развиваться людям в таком направлении как ты да там других городах других странах выгодно ли это я никогда не хотел быть большими полностью доминировать рынком поэтому и у меня как бы моя ниша я не хоть не хотел расширяться с точки зрения работающих людей хотел расширяться с конверсией и свою технологию строю вокруг того чтобы максимально четко точно попадать и делать результат исходя из этого если в год посчитать наверное думаю что это где-то каких-то там около 70-100 тысяч долларов скажи пожалуйста какая рентабельность бизнеса в процентах ну чтобы понимать например даже у тебя нет наемных сотрудников да но ты при этом все равно вливаешь часть дохода да я реинвестирую да я построил свою систему на том что у нас есть две части по которым мы работаем с рестораном первая часть это собственно мой гонорар за который мы работаем собственно все все что придумывается все что делается и вторая часть это просто бюджетное усиление которое мы тратим на продвижение в соцсетях вот и все поэтому у меня нет там какого-то общего каста в котором есть усиление там есть зарплаты и все остальное мы работаем же мы с моей женой и партнером для меня критически важно чтобы выстроить такую технологию которую мы сможем организовывать и обеспечивать сами. Потому что я не люблю ставить задачи и контролировать их выполнение. Я работаю сам, привык сам работать, поэтому мне проще идти по пути высокой маржи, скажем так. Я всегда использовал правило, работай меньше, но дороже. Это может возможность тебе работать более качественно, более бутиковый подход. Ну и плюс в любом случае, обслуживая любой бизнес, а мы являемся сервисом, нужно проанализировать, как работает бизнес, какой продукт, как можно его представить, как можно его максимально привлекательно упаковать и дать аудитории так, чтобы точно были продажи, была конверсия. Собственно, над этим мы и работаем. Именно вот этот процессор, он и дает возможность каким-то правильным решениям, которые на основе опыта и на основе существующих трендов добиться результата. Надин, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Да, пожалуйста, на сегодняшний день я занимаюсь как лично и уже на профессиональном уровне выхожу. Это правильное питание, спорт, здоровый образ жизни, но не до фанатизма. Для того, чтобы себя поддерживать в форме, чтобы есть у нас, как у обывателей, да, потому что я была обывателем. Есть разное понятие, что такое правильное питание, что такое здоровый образ жизни. То есть у человека, у женщины тем более. Это понятие диета. Это значит, жизнь закончена, я ничего не могу делать. Ставится определенный крестик в календаре, и вот с сегодняшнего дня мы начинаем отчитывать, когда я могу покушать уже нормальную еду. Нет, совершенно это не так. Это, конечно же, все проблемы в голове. Но когда я объясняю женщинам, когда меня спрашивают, как же ты добилась такого результата и все остальное, я объясняю первое. Я говорю, вы должны понять, что это не диета, это просто правильное питание. Что значит правильное питание? Мы не едим. К сожалению, так как я, проработав 20 лет в хоспиталите, в ресторанном бизнесе, будучи знакома с продуктами, все, как это привозится, как это поступает в маркеты, какой-то маркетинговый ход и тому подобное, мне это помогало отказаться от сырков каких-нибудь, от фастфуда, от пироженок и все остальное. И на сегодняшний день я пропагандирую, что вы можете жить без сахара, вы можете жить без муки, вы можете жить без булочек, которые вы покупаете в магазине, а потом вы сидите и говорите, все, завтра я сажусь на диету и буду худеть. Но на самом деле это идет самый обман. Я объясняю, имея при этом уже на сегодняшний день свой видеоканал «Надина кухня», как вы можете жить нормально, кушать тот же шоколад, кушать те же булочки, конфетки, блюда, хоть хачапури, вот недавно я выпустила видео приготовления хачапури. Хотите аджарский, хорошо, добавляйте яйцо, будет вам аджарский. И вот это я и несу в массы, как я не ожидала, что сама смогу, люди пойдут. То есть выступать мотиватором и коучем я не ставила изначально эту цель. Такой важный момент. У тебя заметно развивается отлично Facebook, но ты меньше развиваешь Instagram. Вопрос, с чем это связано? Почему ты поставил ставку на Facebook? Связано это именно с локальным рынком, что здесь люди больше используют Facebook, и там они более отзывчивые. Или все-таки ты считаешь, что хайп Instagram уже прошел, и в принципе Facebook это то, что будет только дальше жить? Если говорить о Facebook и Instagram, то мы же знаем всю эту историю. Компания, которую когда-то хотел купить Марк Сукерберг, а через какое-то время она стала стоить миллиард долларов. Она была все-таки куплена компанией Facebook. Instagram сейчас это люди, у которых много времени. Я не отношусь к людям, у которых есть много времени. Я человек, который работает. И я знаю, что люди, которые занимаются бизнесом, те, которые могут платить в ресторанах города Киева какой-то адекватный средний чек, достойный, все-таки это люди, которые крайне мало проводят времени в соцсетях. И если они проводят, то находятся в Facebook, который называется интернетом в интернете. Плюс Facebook сейчас поменял алгоритмы, и плюс он обновляет сейчас дизайн. Instagram сейчас это молодежь, это дети, основная аудитория. Ну и, собственно, больше женская часть. То есть это ставка на визуализацию, на красоту. Там крайне мало конверсий можно взять. Плюс хайп Instagram с точки зрения продвижения был примерно год назад, когда цена контакта была в 4-5 раз дешевле. Все бюджеты рекламы начали лить прямо в инсту. Потом все поняли, что это ничего не дает и никуда никого не приводит. То есть просто показать какую-то свою картинку, она никому не интересна. В Facebook дают больше алгоритмов для того, чтобы гарантированно заинтересовать человека и привезти его, в нашем случае, собственно, в заведение, в котором он что-то купит, что-то закажет, плюс-до закажет. И ресторан получит свой средний чек, на который он ориентируется. Я скажу, что самое главное, если вы хотите добиться успеха в любом деле, который вы строите, создайте сначала классный продукт. Если продукт будет действительно очень хорошим, то маркетинга понадобится очень мало. То есть ваш маркетинг – это есть ваш уникальный продукт. Если продукт средней рыночной, грубо говоря, большим количеством уникальных параметров не обладает, то, конечно, вам придется его продвигать. Сейчас пришло время, когда контент научились делать все, и выделиться контентом крайне сложно. Если вы хотите добиться успеха, нужно обязательно очень круто упаковывать. Идея сейчас – это время идей, время креативных идей, время нестандартных мышлений, нестандартных решений. Поэтому идите туда, где никого нет, ищите свой Blue Ocean, потому что отрасль, в которой мы работаем, общепит – это Red Ocean. Все видно, все друг у друга все копируют, все акулы едят друг друга, выделяется кровь в воду, поэтому Red Ocean. Я всегда был сторонник того, чтобы искать технологии, которые дадут возможность как минимум отличиться. И самое главное в сегменте, в котором мы работаем – это B2B. Там ценится только результат. Вообще не важно, как ты упаковал, красиво ли ты сделал, какой таргетинг ты настроил, еще что-то. Самое важное – помоги мне продать больше моего продукта. Этим мы и занимаемся. Очень крутой инсайт, ребят. Что я вынес для себя – это то, что в сегменте B2B, бизнес-то-бизнес, упаковка важна, но все-таки ваши услуги, качество предоставляемых услуг либо продуктов намного важнее. Потому что там работает тема возврата. Вам надо повышать возврат своих постоянных клиентов, постоянных заказов. Поэтому делайте акцент в B2B больше на качество услуг либо продукта, чем на упаковке. Вопрос. Как у тебя это получилось? Ведь 32 килограмма – это очень много. Реально я сейчас пытаюсь, поставил себе цель, пытаюсь сбросить 5 килограмм до конца года. Я пока не понимаю, как это сделать. Не отказываясь от нормального рациона, не выходя из комфортного состояния. Как это сделать? Как у тебя это получилось? Ну, давайте я буду все-таки честна и не буду рассказывать, что это сила воли, это меню, это воспитание. Хочу заметить, у нас искренняя, честная программа. Это прекрасно. Я буду говорить честно, если что, вырезайте. Но, я скажу честно, да, проблемы все в голове. У меня было, что... Да, я не буду скрывать. У меня было, что я увидела фотографии родственниц, которые до и после. Это была определенная школа онлайн, которая дала мне этот стартап. То есть общение там же таких же женщин, как и я, разного веса, разного возраста, разных социальных условий. Я была первая, грубо говоря, иностранка в этой школе, которая здесь приобретала опыт не только похудения, но и понятия этого всего. Потому что всю жизнь я не была 106-107 килограмм, да, не была размера коровы. Я была нормальная. Я отработала на круизных лайнерах много лет. Там невозможно. Там был свой даже дресс-код и весовая категория, потому что униформа бы не налазила на меня. И я всегда, даже перед контрактом, сиделась на какие-то диеты. То есть это все равно это было... Ты себя брала в руки, ты понимала, что надо это. А потом вот это вот постоянно, как у каждой женщины, которая сейчас меня слушает, она согласится. Сегодня я не поем, а послезавтра я влезу в эту юбку. Пойду вот такая шикарная. А потом горе, оно все огнем. Поем опять пару булочек. А потом я побегаю. А потом я попрыгаю. Это вот твоему вопросу, как же сбросить эти 5 килограмм. Ну, давай сначала, а как ты пришла к такому результату? Отлично выглядишь, кстати. Спасибо большое. Опять вернусь к тому, что в том месте, где я находилась, пришла в тот момент, я начала учиться. И потом уже по обстоятельствам, по ситуации я стала больше изучать эту тему. Потому что я всегда сидела на диетах. Когда-то, когда была молодой в модельной школе, я была в городе Одесса, и все было у меня прекрасно. Но превратилась я в слоника, бегемотика. Я пробегала мимо зеркал, и я понимала, что что-то надо делать. И в голове постоянно было, что вот завтра. Вот завтра я знала план действий, я знала, что я уберу из своего рациона вот это, вот это, вот это, вот это. Конечно же, когда ты худеешь за компанию, это тоже то, что сидит у многих в голове. Когда ты зовешь подружку, и пошли со мной похудеем вместе, да? Что такое правильное питание? О, это диета. Нет. Я ела 6 раз в день. И ем 6 раз в день. Вот я приехала на интервью, я приехала с удочками. Я закончила, у меня есть мои волшебные, рыбные, фаршированные с грибами, фаровые котлетки и овощи. То есть я приму белок, я приму клетчатку. Там же все находятся. Что такое скрытые сахара, я учила? Сколько надо есть белка в день? И вот что и сработало. Знание плюс, когда ты, вот этот стадный экстинкт, который обычно играет в негативе, в данном контексте сыграл в позитиве, потому что была мотивация каждой женщины в этой группе. Когда мы кидали фотографии до и после, когда шел у кого-то срыв, а я выпила, а я съела, а что же мне делать, и мы там ай-яй-яй, и там нельзя так, вплоть до грубых слов. И вот... То есть я правильно понимаю, сыграло несколько факторов. Первое – это окружение, в которое ты попала, где ты видела, как худеют твои... твое общество, назовем это так. И второй пункт – это все-таки правильно сбалансированное питание, которое не является диетой, а является образом жизни. Да. Правильно? Да. Но потом происходит другая... Эта жизнь стала приобретать свои витки. То, к чему я пришла на сегодняшний день, то, что я хочу донести в своей академии, что будет немножко... Не то, что вот этот образ жизни становится твоим образом жизни, и шаг влево, шаг вправо не имеешь права сделать. Обычно в рамках нашей программы, нашего блога, мы дарим нашим подписчикам определенные скидки, бонусы. Я считаю, что ты можешь от себя двум людям, которые выполняют условия нашего конкурса, подарить определенную скидку на свои услуги, либо дать, если это человек, который владеет ресторанным бизнесом, ты можешь дать ему скидку на свои услуги. Если же это человек, который только учится, либо он хочет быть молодым маркетологом, сможешь ли ты с ним пообедать и ответить на его вопросы, дать ему какое-то менторство? Ну, давайте по первому пункту. В любом владельце бизнеса я сделаю фри ради этого блога, моего уважаемого друга. Я сделаю фри аудит бренда, аудит бизнеса. Вау, это клево. И сделаю 20% скидку на разработку стратегии привлечения людей. Макетологу по второму пункту я, естественно, подарю завтрак или обед в любом из заведений города Киева. Я отвечу на все вопросы, максимально помогу и вдохну на совершение. Вау, это очень клево. Это очень неожиданно. И много, ребята, оцените это. Все, что вам нужно сделать, вам нужно подписаться на... Все алгоритмы, короче, произнести Ютуба. Да, вам нужно обязательно быть подписчиком на мой канал, обязательно быть подписчиком на Facebook Майка, вы увидите его в углу на экране. И написать в комментариях огонь. Слово огонь. Огонь. Либо майк жги. Майк жги, отлично. Да, и мы выберем в течение недели рэндом на двух людей, которые и получат отличные подарки от Майка. Ждите, ребята. Майк, спасибо. Всем хорошего дня. До встречи, задавайте вопросы, будьте активными, действуйте, самое главное. Огонь. Ты Ютуб-блогер. Чем еще ты занимаешься на сегодняшний момент? Так как наш канал о бизнесе, о развитии, да, у меня будет, естественно, вопрос, как ты существуешь, сколько ты зарабатываешь на сегодняшний момент? Так как моя жизнь изменилась, и это не мои слова, кардинально, у меня изменилась моя личная жизнь. У меня наладилась моя личная жизнь. Наверное, буду открывать маленький секрет, то будет смотреть и знакомых, дай бог, будет все официально у меня. Я очень долгое время была одна, я работала, я здесь работала, вот, кроме, наверное, вот так было, как лошади одевают. Я перед тем, как сюда приехать, я отработала на круизных лайнерах, с позиции офицера я сюда приехала просто официанткой, через две недели я стала супервайзером, ну и потом пошло-пошло. Я знаю, что такое жить здесь на минимальной зарплате в размере 2200-2300, и у тебя проживание... Дирхам. Дирхам. Да. Мы говорим о Дирхаме. О Дирхаме. Проживание у тебя в... Вернее, за Дубаем. Что такое жить в своих апартаментах, что такое зарабатывать и 15, и 16 тысяч дирхамов в месяц. Я прошла весь этот пункт. В итоге твоя жизнь кардинально поменялась, когда ты привела себя в порядок и начала жить по-новому режиму, назовем это так. Я просто понимала, что я себя изжила на позиции F&B менеджер. Мне что-то надо искать. Найти себя в другой индустрии, но как-то вот 20 лет в ресторанном бизнесе все равно... Я поняла, что я очень хороший менеджер, очень хороший организатор. Я пыталась найти себя в применении в других индустриях. Ты не ответила на мой вопрос. Сколько ты зарабатываешь сейчас? Так, сколько я зарабатываю? Так как я сейчас работаю на себя, я ушла с найма. Шаг был тоже большой, потому что страх. У каждого человека есть страх. Но, как я говорила, применять свои данные, свои качества, свои знания в свой плюс. Будучи самой себе режиссером, командующей и тому подобное, я зарабатываю меньше, чем я зарабатываю, в районе, наверное, 5-6 тысяч. В дирхам? В дирхам. А сколько зарабатывала до этого? Ну... В найме? 16-17. Окей. И в итоге ты бросила высокооплачиваемую работу ради... Не я бросила, там были свои обстоятельства. Хорошо. Наступил кризис. Ну, неважно. Но ты не пошла искать работу в найме. Ты решила заниматься своим делом. И сейчас твой доход составляет 5-6 тысяч дирхамов. Я хочу, чтобы ты все-таки понял, я искала работу, да? Я готова была продолжать работать. Но... Вот жизнь стала мне... Это в прямом смысле это слово, диктовать свои условия. Я приняла. Я почувствовала, что... Ну, так складывается ситуация, что я неправильно иду. Я не в те двери стучусь. Поэтому, когда повернула, когда уже вот мне носом тыкали, что ну вот это сделай. И я первый раз с закрытыми глазами озвучивала сумму. Мне было очень стыдно, неловко. А потом я подумала, подождите, так я же с ней просыпаюсь, с ней же и засыпаю. Итак, что посоветуешь подписчикам, которые переезжают жить в Дубае? Ну, это разрушить розовые замки. Полностью. Полностью разрушить розовые замки. Не спрашивать. Ну, не насоветует вам никто, кто здесь живет. Меня спрашивают, я говорю сразу, я не могу дать совет. Приедь, посмотри, оцени. Потому что это все индивидуально. То есть лучше перед тем, как решить для себя жить здесь или нет, приехать как турист и хотя бы прощупать эту страну для себя. Потому что мой совет может не подойти, твой совет может мне не подойти. Я потом, ну, вот это вот. наши подписчики любят подарки. Ты очень скоро запускаешь свой проект, свою академию. Давай договоримся, что первым 10 людям, которые придут по промокоду съедобный бизнес, ты сделаешь какой-то отдельный подарок. что это может быть? Это может быть, так как мы делаем марафон, вот именно то, чтобы показать, насколько вот это экспресс может быть, и чтобы люди поняли, что они не потеряют ничего, приобретут только, то последующее обучение уже в академии, потому что оно нужно будет. Этот месяц целый будет, так же достаточно после марафона, чтобы понять, дальше я дам подарок. и отношения не будут меняться, конечно, ни в коем случае, наоборот, ну, это надо, это надо побывать в академию, пройти марафон, потерять первый, женщинам поймут, когда теряешь первый грамм и первый килограмм, это счастье неописуемо. Итак, внимание, конкурс от Надин, первые 10 человек, которые придут к ней в академию на марафон, получают по промокоду съедобный бизнес, получают первый месяц после марафона услуг, обучение в этой онлайн-школе, как привести себя в порядок, получают бесплатно. Я считаю, это отличная возможность начать жить по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok